Обстановка сейчас на зимом поле неоднозначная, и, наверное, надо будет разрабатывать собственный алгоритм принятия решений. Если мы говорим о будущем урожае, всегда пытаемся понять, а что же было в прошлом, за счет чего мы получили этот урожай, и сравнить, может быть, состояние сегодняшнего зимого поля с тем, как это было в эту же дату в прошлом сезоне. Когда мы говорим о состоянии посевов именно на зимний период, это данные по развитию посевов о зимой пшенице в Ростовской области на 2 февраля 2003 года. Что получается? Что у нас состояние посевов примерно такое же, как было в 2021-2022 году. Хочу сказать, что примерно такая же картинка у нас идет и по другим регионам, нашим соседним. То есть получается, что осеннее развитие сева, сроки сева где-то задерживались, где-то были в оптимальные, но, в общем-то, мы с вами повторили 2021 год. По осадкам у нас этот год был не очень влажный, но и не сухой, но достаточно влажный, 512 мм по Ростовской области. И на килограмм, то есть на гектар посевов именно о зимой пшенице мы внесли 80 килограмм минеральных удобрений. И получили рекордный урожай, 44,5 сантиметров с гектара. Но не такая картинка везде по области, вы понимаете, что это средние цифры. Если мы возьмем юг, то доза удобрений у нас доходит до 140 почти килограмм на гектар, да, колеблется по годам, но этот уровень выдерживается. И я призываю именно в Приазовской, в Южной зоне, в Центральной зоне выдерживать вот этот вот объем минеральных удобрений, которые вы применяете, даже несмотря на цены, которые сейчас есть. Естественно, здесь больше выпало осадков за сельскохозяйственный год. Это осадки за сельскохозяйственный год. Урожайность 54 центера. Если же мы возьмем Морозовский район, примерно в два раза ниже у нас применяемое удобрение под озимую пшеницу. Естественно, у нас ниже значение по выпавшим осадкам. Но посмотрите, это не 339, которые были в 2019-2020 году. И у нас здесь тоже рекордный урожай – 37 центнеров с гектара. Очень важно состояние именно по Ростовской области, по природно-хозяйственным зонам. И здесь нас тоже радует картинка, потому что везде растений в стадии укущения больше половины или, в данном случае, южная зона немножко отстает. Но там высокий уровень тех посевов, которые в стадии 2-3 листа. Какая же ситуация была в январе? Это для нас очень важно, потому что то состояние, которое мы сейчас наблюдаем, во многом определилось именно январем месяцев. Это данные нашего гидромета. То есть осадков за январь было очень мало. Всего в среднем 17 мм по области. Да, у нас было 30 мм, но посмотрите, это какие-то локальные территории. А в основном это 11-20 мм за весь январь месяц. И посмотрите, какой температурный режим. У нас были на узле кущения и морозы минус 15 мм на севере. Дальше мы спускаемся вниз. Вниз, конечно, падает температура. Минус 6 у нас. Это центральная зона. Это южная, Приазовск, южная. Восток тоже попадает. Но посмотрите, в ремонтном у нас было минус 9. И только Приазовская зона, Матвеево-Курганский район, Неклиновский, Куйбышевский район, немножко захватило у нас Азовский район. Это температура на узле и кущения. Получается, это минимальная температура, которая была, минус 4 градусов. То есть, в общем-то, комфортно. Какое же состояние после вот этих вот всех климатических, таких экстремальных ситуаций? Неплохо. Это данные как раз на 2 февраля по Министерству сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, который собирается в еженедельном режиме. Посмотрите, северо-восточная, северо-западная зона, южная зона, восточная зона, высокие проценты именно хорошего состояния. Несколько напряженно у нас в центральной и приазовской зоне, но все равно пополам у нас. Обратите на показатели с плохим состоянием. Очень низкие проценты. От 4 до 6 процентов. Как же это все выглядит в натуре? Вот это состояние посевов на 30-е, 01-е в Морозовском районе. Вот этот вот коричневый аспект поля. Но когда приближаешься, видно, что все-таки растения живые. После того, как их отмыли и посмотрели, мы видим, что нижние листья погибли. Верхние листья, практически все кончики листьев повреждены. И именно они дают вот этот вот коричневый аспект поля. Но после Морозов были поставлены растения на отрастание. Это Кашарский район по разным предшественникам. Обратите внимание, каков результат. Нет ни одного погибшего растения. Посевы в Аксайском районе. Азимая пшеница по подсолнечнику. То же самое. У нас прихвачены кончики листьев. У нас есть аспект. Вот сейчас я мимо этого поля ехала. Он более коричневым, это поле стало. Но растения живые. Единственное, что обращу внимание, здесь на подсолнечнике и потом на других посевах мы видим лимонный цвет стебля и нижних листьев. Всё-таки азота растению недостаточно. Это состояние тоже аксайский разён по азимой пшенице. Тоже коричневый аспект, но растения живые и все стебли живые. В Кагальницком районе обращу внимание именно на вот этот вот лимонный аспект стебля и молодых листьев. Всё-таки это говорит о том, что растения испытывают пока недостаток азота. Но эффект морозов только повреждение кончиков листьев. Это состояние уже на сегодняшнюю дату прислали ребята, которые сейчас отбирают влагу. И в Целинском районе небольшой снежный покров, но опять же верхние части и некоторые листья имеют коричневый цвет, потому что они повреждены мородом. Какой план первоочередных мероприятий? Проводим инвентаризацию, берём растения на отрастание. Ну, там я вам покажу метеоданные, вы увидите, что в феврале у нас довольно жёсткий. Поэтому только тогда, когда пройдут вот эти вот низкие температуры. Дальше обязательно нужно посчитать, сколько живых растений на квадратном метре. Дальше отбираем образцы на содержание влаги и нитратов в метровой толще за две недели до подкормки помертальной почвы. Обязательно на раскустившихся посевах берём растения на то, чтобы определить сахара. Оцениваем состояние листовой поверхности, и если это биомасса, мёртвая биомасса большая, планируем обязательно оборонование. Проводим при физической спелости почву поверхностного горизонта. Рассчитываем потребность азота на период вегетации и планируем структуру урожая. Рассчитываем дозу ранневесенней подкормки и проводим подкормку помёрзлоталой или подсыхающей почвой. Вот те первостепенные задачи, которые у нас стоят перед нами с вами сейчас, начиная уже с февраля месяца. Ориентировочный расчёт потребности азота очень прост, но это расчёт, это математика. И те цифры, которые вы получаете, они ориентировочные. Что мы берём за основу? Известные данные о том, что на один центр гектара урожайности необходимо 2,5-3,5 кг азота. Я взяла просто среднюю величину. Известно опять же из литературных данных, что потребность в осенний период пшеницы в азоте составляет 20-25 кг в ДВ. Естественно, простая формула. Планируемая урожайность, необходимый объём азота. Вычитаем азот осеннего периода, получаем азот весеннего периода. Пересчитываем на ту форму удобрения, которую мы применяем. Обязательно учитываем коэффициент использования. И таким образом у нас выстраиваются те цифры, которые дают нам представление, а какая же потребность именно в удобрениях будет у вас в данном случае. Дальше выстраиваем структуру будущего урожая. То есть вот эти ваши запланированные 50 центнеров гектара, как вы их должны реализовать? Вы уже поясеяли, вы знаете, какая у вас норма высева, вы знаете, какая схожесть этих семян, то есть сколько количества растений у вас сейчас на поле. Почему я написала, что нужна инвентаризация? Вы сейчас должны узнать, у вас 360 растений на квадратном метре или больше, или меньше, и насколько меньше. Исходя из этого, вы уже понимаете, вам нужно 1080 стеблей и коэффициент кущения 3, или вам нужно чего-то другое, что-то другое. Вы оцениваете продуктивную кустистость, что вы можете по состоянию вот этих стеблей, по их количеству, вы понимаете. Вы можете создать продуктивную только половину, или может быть больше, или может быть меньше. Заложить колос с 14-ми колосками, это реально. Заложить в колосках по два зернышка, тоже реально. Обеспечить биомассу 1000 семян 36 килограмм 36 грамм. И вы выстраиваете формулу, вот она, очень простая. И получаете, на что вы должны повлиять, чтобы получить запланированную урожайность. Есть вот очень интересный график, который приводится во многих руководствах, и иностранных, и наших. Ну вот я взяла статью, которая была издана в 19-м году. Потребление азота весной, когда начинается? С 25-й фазы, когда появляется 5-й побег кущения. Дальше нарастание идёт медленное, до 32-й фазы. То есть до начала выхода в трубку. Это тот период, когда можем создать запас азота, необходимый для вот этого ускоренного роста. То есть когда у нас с 30-й до 58-й фазы, то есть по сути дела до появления 80% соцветия, до конца колошения идёт основное потребление азота. Каков алгоритм принятия решения в этом случае? Всё зависит от того, в каком состоянии у вас растения на поле. Если у вас 3 листа, и вам нужно получить из этих побегов, там нет побегов, там один, вам нужно 1080 побегов. Применяем все подкормки с учётом природно-климатических условий. Если у вас есть один побег, значит вам нужно не 1000, а уже 720 есть побегов, 360 создать. И таким образом вы тоже реализуете все подкормки. А вот когда у вас уже есть эти 3 побега, у вас есть эти 1080, то есть 3 побега на растения, у вас уже есть эти 1080 побегов. И уже выбираем подкормки, которые будут эффективны с учётом именно почвенно-климатических условий. И последний вариант, это когда у вас хорошо раскустившиеся посевы. Вы видите, здесь 8 побегов на этом растении, у вас 2880 побегов, они вам не нужны. И вы ставите задачу уже другую, а вам нужно сохранить только 1080. То есть выбираем подкормку в период уже выхода в трубку, когда мы работаем на вот этот взлёт потребления азота. И варианты принятия решений. Тоже это конкретная ситуация, которая связана с запасами азота в 40 сантиметров. Да, у нас есть формула в агрохимии, доза азота рассчитывается. Есть оптимальное значение в 40 сантиметров, это 90 килограмм на гектар. Тоже всё выстроено опытным путём. Это тот норматив, который был выработан в течение 70-х, 80-х годов на основе опытов. Да, мы им пользуемся. Но он работает, поэтому можно проводить опыты и исследования, но этим должны заниматься институты, а не мы. Получается дефицит 75 килограмм на гектар азота. Естественно, если нам нужно кустить, мы обязательно применяем вот эти две подкормки, померзлоталой и поверхностная. Дальше мы выдерживаем все остальные подкормки. Вторая, именно конец кущения, начало выхода в трубку. И третья подкормка у нас идёт по калашению. Если же у нас уже есть побеги, и в данном случае у нас три побега, мы с вот этими ранневесенними выбираем или-или, или ту, или другую, в зависимости от состояния поля. Это вы уже сами у себя решаетесь. Но обратите внимание, что при отсутствии влаги вторая подкормка должна быть с пониженными дозами. Иначе те побеги, которые вы сформируете, вы не сможете их сделать продуктивными. И третий вариант. Мы отказываемся от ранневесенней подкормки по анализу почв. Мы проводим листовую диагностику. И по листовой диагностике уже в фазу выхода, в начало выхода в трубку, кормим растение той дозой, которую нам показало растение. Следующий важный момент. Какие примеры могут быть? Это ситуации сегодняшнего дня. Это данные декабря. 20 декабря на тестовых полях мы отбирали запасы влаги и азота. Да, сейчас, 13 февраля, мы поедем опять, объедем всю область и получим эти данные по этим же полям. Цифры эти изменятся. Но для понимания алгоритма эта информация очень полезна. И что получается? У нас дефицит азота здесь всего 20 кг на гектар. У нас запасов влаги всего 23 мм. И как бы мы не хотели помочь растению, особенно в том случае, если у него поражена листовая поверхность, всё-таки мы должны рассмотреть исключение этих подкормок. Но опять же, смотрите, если повреждены листья, мы должны покормить. То есть это алгоритм. Но этот алгоритм претерпевает определённые изменения в зависимости с тем, с чем вы сталкиваете на поле. Морозовский район, достаточно влаги и достаточно азота. Здесь мы, получается, исключаем мёрзлоталую, потому что у нас есть три побега, но всё-таки даём азот более поздно для того, чтобы помочь растению не кустить, не получить дополнительные побеги, а именно чтобы дальше растение работало на формировании урожая. Здесь разные примеры приведены. Самое главное – тактика на посевах поражённых листьями. Очень важно, обязательная ранняя подкормка, обязательное оборонование. После появления молодых листьев подкормка кассом без разбавлением, но с добавлением гумата, стимулятора, микроудобрения, аминокислот, нужно поддержать растение, чтобы растение создало новую листовую поверхность и желательно хорошую, широкие листья с хорошим фотосинтетическим аппаратом. Дальше подкормка уже именно в то же касс, но здесь кроме касса сложно что-то другое. Обязательно разбавление. Стратегия немножко усложняется, если у вас не раскустившись, вы обязательно должны провести подкормку по подсыхающей почве. И то, что у нас ожидает сейчас. Вы видите, по целине февраль холодный, март тоже холодный, только в конце марта, возможно, уже мы будем думать о каких-то подкормках помёрзлоталой. В апреле у нас возвратные заморозки. И данные по Морозовску. По Морозовску здесь немножко смещается март. Начало потепления, по прогнозу, не в конце марта, а в начале. Вот такая ситуация у нас на зимом поле. Спасибо. У нас сейчас такая ситуация. Запаса влаги 70-90 миллиметров в метровый слое. Вот что тут вы посоветовали? Наши агрохимические краевые, лицебральные 80-минейные не рекомендуют вообще кормить. Ваше мнение? В каком состоянии растения? Растения очень разные. От трёх листьев, это самая куча растений, до кущения где-то порядка трёх побегов кущения. Вот там, где кущения, они правы. Там, где у вас три листа, они правы. У вас будет, вы будете сами принимать решение. Вам всё равно нужно будет раннее весеннее, но вы будете выбирать. Или это по мерзлоталой, или по подсыхающей. Вот такой мой ответ. Спасибо. Ещё вопросы к Ольге Герюне. Есть? Почему там белый проказ, не знаю, у вас коэффициент к селиндре будет 60%? А потому что коэффициент использования азота из аммиачной селиндры 60%. Из КАСа на уровне 30-50%. Из мочевины у нас где-то на уровне 50%. А из сульфата аммонии 45%. Это научные данные, которые есть в литературе. По коэффициенту использования азота из различных форм удобрений. Сульфат аммония только по подсыхающей. Только по подсыхающей. По мерзлоталой он вам не сработает. Потому что по подсыхающей уже есть влага, работают микроорганизмы, повышается температура. И тогда можно использовать именно аммонийный азот. Он будет интенсивно включаться в процессы нитрификации. И он будет работать уже на вашу задачу. Если же вы имеете большое содержание, ну достаточное, там около 4% гумуса, у вас хорошая гумусовая обеспеченность, у вас хорошая мощность гумусового горизонта, где-то до 60 см. У вас хороший агрегатный состав, то есть воздушная среда благоприятна. В этом случае сульфат аммония можно использовать как резервный фонд для растения. Но опять же, вы его внесете, вы его должны заделать на поверхности, и тогда включаются уже микроорганизмы. Но эффект от сульфата аммония, вы увидите конец выход трубку калашения. Вот если вы такую задачу ставите, если у вас на ранних этапах растение обеспечено азотом, да, вы можете использовать эту форму удобрения. Ну у нас в экспериментах дал минус 3, как на рапсе, так и на пшеницу. Поверхность они если бы не зависит. Ну у нас тоже эксперименты по мёрзлой талой почве с сульфатом аммония дали отрицательный результат. Поэтому я не рекомендую сульфат аммония именно по мёрзлой талой или зимой. У нас есть люди, которые экспериментируют, они говорят, что они получают хороший урожай, но я бы хотела посмотреть схему их опыта и соблюдение принципа единственного различия. Вот тогда я могла бы оценить эти результаты. Друзья, ещё вопросы. Я хотел бы, чтобы вы не стеснялись, никто не уехал с вопросами, которые у него в голове торчат. Пожалуйста, за стройником. А скажите, вы всё-таки по коэффициенту используете при идеальных условиях, получается, усилившись? Да, совершенно верно. А если, например, у нас хорошо распустившиеся посевы, 3-5 побегов, мы будем максимально оттягивать туда к концу марта, начало апреля, да? А там ситуация с дождями тоже такая. Внёс селитру, а дождя нет. Дело в том, что селитр растворяется даже в капле воды. Это самое хорошо растворимое азотное удобрение. Поэтому даже разница температур, даже конденсационная влага, даже влага, которая движется в почве за счёт градиента температур, она обеспечит растворение аммиачной селитры. Поэтому можно опасаться подсыхания, внося сложные удобрения. Можно опасаться подсыхания, внося сульфат аммония. Потому что растворимость сульфат аммония в 2,5 раза ниже, чем аммиачная селитра. А вот по поводу аммиачной селитры не стоит беспокоиться. Возможно, эти 60%, не будет 60%, но 50% даже в этих условиях вам обеспечено. Использование азота из аммиачной селитры. То есть сульфат аммония не надо поверить в основном? Сульфат аммония обязательно нужно заделать. Но потому что всё равно контакт должен быть с почвой, чтобы заработали микроорганизмы и перевели. Да, аммоний поглотится. Он всё равно будет, даже при поверхностном растворении, если он растворится, у него всё равно будет контакт с почвой. Но для того, чтобы обеспечить определённый эффект и избежать потерь, вы видели коэффициент использования 45. Всё-таки лучше заделать. Точно так же, как и мочевину. Мочевину нельзя разбрасывать по поверхности. Вы можете потерять, там написано 50%, вы можете потерять больше, если вы просто разбросаете на поверхности и не заделаете. Это технологический приём, который обязателен для мочевины. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!